Курт Вонегут To be or all to be Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на сервисах Бусти и Патреон. Ссылки в описании. Наберите наш номер. Мы предлагаем универсальное решение раз и навсегда. Все было просто здорово. Никаких тюрем, трущоб, сумасшедших домов, никаких коллег и нищих, никаких войн. Люди победили все болезни и старость. Смерть, не считая несчастных случаев, стала добровольным выбором. Население Соединенных Штатов ограничили 40 миллионами душ. В это солнечное утро человек по имени Эдвард К. Уэлинг-младший сидел в чикагском роддоме и ждал, когда его жена разрешится от бремени. Других отцов там не было, роды стали редким событием. Уэлингу было 56. Просто юноша по меркам общества, средний возраст которого составлял 129 лет. Рентген показал, что у его жены будет тройня, его первенцы. Молодой человек сгорбился в своем кресле, обхватив голову руками. Он был бледен, взъерошен и сидел так неподвижно, что сливался с окружающей обстановкой. Тем более, что в приемном покое тоже царили хаос и раздрай. Кресло и пепельницы стоят в беспорядке, пол накрыт заляпанной пленкой и тканью. В комнате шел ремонт. Она должна была превратиться в памятник людям, пожелавшим уйти из жизни. Саркастичный старик, лет 200 отроду, сидел на стремянке и рисовал фреску, которая ему не нравилась. Во времена, когда люди еще старели, ему можно было бы дать лет 35. Столько ему исполнилось, когда изобрели лекарства от старости. Фреска изображала аккуратный садик. Мужчины и женщины в белом, доктора и медсестры, копали ямы, сажали деревья, травили паразитов, разбрасывали удобрения. Мужчины и женщины в сиреневой форме пропалывали сорняки, выкорчевывали старые и больные деревья, сгребали опавшую листву и сжигали ее в специальных печах. Никогда и нигде, даже в средневековой Голландии или древней Японии, не было столь ухоженного, столь безупречного сада. Каждому растению доставалось ровно столько земли, света, воды, воздуха и внимания, сколько ему требовалось. По коридору шел санитар, напевающий под нос популярную песенку. «Моя красотуля ко мне охладела, ну да, так бывает, житейское дело. Лить по ней слезы не собираюсь, с дамой в лиловом я повстречаюсь. Чем вечно грустить, что сбежала невеста, прощай, злобный мир, я сдаю свое место. Пусть вместо меня тут родится ребенок, и пусть повезет ему с самых пеленок». Санитар осмотрел фреску и самого художника. «Ты глянь, как за правду», — сказал он. «Так и представляю, как я там стою в этом садике». «А кто сказал, что тебя там нет?» — с улыбкой спросил художник. «Картина ведь называется «Счастливый сад жизни». Всем места хватит». «Доктор Хитц замечательно получился», — отметил санитар. Он говорил про одного из мужчин в белом, главного акушера родильного дома. Хитц был ослепительным красавцем. «Да, тут еще работать и работать. Вон сколько еще пустых лиц». Санитар имел в виду, что у многих людей на фреске вместо лиц были лакуны. Их следовало заполнить портретами важных людей, сотрудников самого роддома или Чикагского управления Федерального бюро завершения цикла. «Классно, наверное, уметь рисовать», — сказал санитар. Художник помрачнел. «Думаешь, я горжусь этой мазней?» — с кривой усмешкой спросил он. «Думаешь, так я себе представляю настоящую жизнь?» «А как ты ее представляешь?» — поинтересовался санитар. Художник показал на грязную подстилку, защищавшую пол от краски. «Вот тебе образец. Ставь ее в раму, и картина получится намного честнее, чем все, что я тут намалевал». «Старый ворчун, вот ты кто!» «Это что, преступление?» — санитар пожал плечами. «Дедуль, если не нравится...» Дальше он произнес номер телефона, который набирали люди, не желавшие жить дальше. «Вот этот номер — 2-B-R-O-2-B. Он принадлежал заведению, которое успело приобрести массу забавных прозвищ. Автомат, дихлофос, пока мама, веселый хулиган, душегубка, хватит слез, вечный сон, всем пока, ничего париться, давай по-быстрому». Этот номер принадлежал Муниципальному управлению газовых камер при Федеральном бюро завершения цикла. Художник навис над санитаром. «Когда я решу, что мне пора!» — прорычал он, «то не стану звонить в душегубку». «Ага, ты у нас самодельщик», — не унимался санитар. «Грязно это дело, дедуль. Ты б подумал о людях, которым потом за тобой прибирать». Художник выразил своё отношение к неприятностям оставшегося человечества весьма неприличным жестом. «По мне, так миру б не помешала хорошая порция грязи». Санитар засмеялся и пошёл по своим делам. Уэллинг, будущий отец, что-то пробормотал, не поднимая головы, и снова затих. Цокая высокими каблучками, в приёмный покой вплыла необъятная дама с грубыми чертами лица. Её туфли, чулки, пальто, сумочка, форменная пилотка — всё было фиолетовым. Этот оттенок художник именовал цветом винограда в судный день. На её фиолетовой сумочке красовался герб отдела ритуальных услуг Федерального бюро завершения цикла — орёл, сидящий на турникете. На лице женщины присутствовала довольно заметная растительность. Сказать по правде, у неё были самые настоящие усы. Почему-то такая беда постоянно творилась с заведующими газовыми камерами. Какими бы симпатичными и женственными ни были женщины, занимающие этот пост, лет через пять трудового стажа у всех пробивались усики. «Скажите, мне к вам обратиться?» — спросила она у художника. «Зависит от того, что вам нужно», — ответил он. «Рожать, как я понимаю, вы не собираетесь?» «Мне сказали, что нужно позировать для картины. Я Леор Траверс». Она замолчала, выжидая. «И вы травите людей? Что?» «Нет, ничего». «Какая замечательная картина», — сказала она. «Просто рай на земле или что-то вроде?» «Что-то вроде», — буркнул художник. Он вынул из кармана листок со списком. «Траверс, Траверс, ага, вот и вы. Да, вам уготовано бессмертие. Какому безлицому телу мне прилепить вашу голову? Выбор уже невелик». Дама растерянно оглядела фреску. «Ой, они какие-то все одинаковые. Я в этом искусстве ничегошеньки не понимаю. Тело есть тело, разве нет? Ну да ладно, как автор шедевра рекомендую вам вот эту тушку». Художник ткнул в безликую фигуру женщины, тащившей к мусоросжигателю охапку сухих стеблей. «Но», — возродила Леора Траверс, — «это скорее отделы уборки, а я работаю в ритуалах, мы уборкой не занимаемся». Художник зааплодировал в деланном восторге. «Что же вы говорите, что не разбираетесь в искусстве, если знаете его законы лучше меня? Да, разумеется, заведующий не пристал оттаскать ботву. Обрезчик, вот кто вам подойдет!» Он ткнул пальцем в фигуру, срезавшую отмершую яблоневую ветку. «Ну как вам, нравится?» «Ох», — выдохнула она, покраснев и смутившись. «Это же я... я буду стоять рядом с доктором Хитцем. А вы против?» «Господи, нет, конечно, это... это такая честь. Вы им восхищаетесь?» «Разве можно не восхищаться таким человеком?» — удивилась дама, не отрывая взгляда от портрета доктора Хитца. На картине он был загорелым, седовласым, всемогущим Зевсом. Ему было 240 лет. «Им все восхищаются, абсолютно все. Благодаря ему в Чикаго открылась первая газовая камера». «Для меня это огромное удовольствие — поместить вас бок о бок на веки вечные», — сказал художник. «Отпиливание, конечности, по-моему, весьма подходящий символ». «Да, чем-то подобным я и занимаюсь». Она ничуть не смущалась своей профессией, она просто делала свою работу. Помогала людям уйти из жизни спокойно и с удобством. Лера Траверс еще позировала для портрета, когда в комнату вошел сам доктор Хитц. В нем было больше двух метров росту, и каждый сантиметр из этих двух с лишним метров излучал важность, успех и удовольствие от жизни. «Мисс Траверс, милая мисс Траверс, что вы здесь делаете? Люди тут не уходят, они тут появляются?» — пошутил он. «Мы с вами будем рядом на этой картине», — смущенно сказала она. «Замечательно», — улыбнулся доктор Хитц. «И как вам такой расклад?» «Для меня большая честь попасть на одну фреску с вами», — ответила дама. «Нет, это я должен быть польщен. Без таких, как вы, этого чудесного мира просто не было бы». Он в шутку отдал ей честь и пошел в сторону родильного отделения. «Уже слышали новость?» «Нет». «У нас тройня». «Тройня?» — воскликнула она. Рождение тройни имело далеко идущие последствия. Закон гласил, что новорожденного можно оставить в живых только в случае, если родители найдут желающего уйти из жизни. А для того, чтобы выжили все дети и стройни, нужны целых три добровольца». «И что, у них есть три кандидата?» — спросила Леора Траверс. «Насколько я знаю, только один», — ответил доктор Хитц. «А теперь они пытаются найти еще двоих». «Вряд ли у них что-то получится. К нам тройной заявки не поступало, только одиночки. Но если кто-то не обратился в бюро с тех пор, как я ушла...» «Как их зовут?» «Уэллинг», — сказал сидящий отец. Он выпрямился, и все увидели его мятую одежду и красные глаза. «Их отца зовут Эдвард К. Уэллинг-младший». Он поднял правую руку, уставился на стену перед собой и сдал хриплый горький смешок. «Здесь». «О, мистер Уэллинг», — удивился доктор Хитц. «А я вас и не заметил», — человек-невидимка, — произнес Уэллинг. «Мне только что позвонили. Ваша жена разродилась тройняшками. Они здоровы, прекрасно себя чувствуют, как и мать. Я как раз собирался их навестить». «Аллилуйя», — опустошенно выдохнул Уэллинг. «Вы как будто бы не рады?» — спросил доктор Хитц. «Разве можно не радоваться в моей ситуации?» — ответил Уэллинг, воздевая руки к небу. «Мне всего-то нужно решить, кого из трёх малюток оставить в живых, потом отвезти в душегубку своего деда и вернуться сюда с квитанцией». Взбешённый доктор Хитц навис над Уэллингом. «Мистер Уэллинг, вы как будто сомневаетесь в необходимости регулирования численности населения?» «Нет, даже и не думал». «Вы хотели бы вернуться к старым добрым временам, когда землю населяло 20 миллиардов и должно было стать 40 миллиардов, потом 80, потом 160? Вам знакомо выражение, как «сельди в бочке»?» «Да, конечно», — буркнул Уэллинг. «Так вот, без контроля численности населения люди сейчас толпились бы на поверхности этой планеты, как «сельди в бочке». Подумайте об этом». Уэллинг продолжал таращиться в одну точку на стене. К 2000 году не унимался доктор Хитц. До того, как учёные предложили новый закон, человечество уже умирало от жажды. Из еды остались только морские водоросли. И тем не менее люди настаивали на своём праве размножаться, как кролики. И на праве жить вечно, если получится. «Я... я люблю этих детишек», — прошептал Уэллинг. «Я люблю их всех троих». «Никто не спорит», — согласился доктор Хитц. «Мы все по-человечески вас понимаем?» «Я не хочу, чтобы умер мой дед». «Мало кому нравится сдавать родственников в дихлофос», — понимающий кивнул доктор Хитц. «Вот зачем люди выдумали эти гадкие названия», — сказал Элиора Траверс. «Что?» «Не люблю, когда наше заведение называют дихлофосом и другими нехорошими словами», — объяснила она. «Это создаёт неправильное впечатление». «Вы совершенно правы. Я приношу свои извинения». Доктор Хитц поспешил употребить другое официальное название муниципальных газовых камер, которое никто не употреблял в обычных разговорах. «Мне следовало сказать, салон этичного суицида». «Да, так намного лучше», — согласилась Элиора Траверс. «Этот ваш ребёнок, кого бы вы ни выбрали, мистер Уэйлинг, будет жить на счастливой, просторной, чистой и богатой планете, и всё это благодаря контролю численности населения. Он будет жить в саду, похожем на изображённый на этой фреске». Доктор Хитц покачал головой. «Двести лет назад, когда я был ещё молод, на Земле царил ад, и никто не надеялся, что человечество сможет протянуть ещё хотя бы два века. Сейчас же мы видим в будущем тысячелетия спокойствия и изобилия, и только сила воображения ограничивает эту перспективу». Его лицо светила улыбка. Но он перестал улыбаться, когда увидел револьвер в руках Уэйлинга. Уэйлинг застрелил Хитца. «Вот, место для одного человека», — сказал он. Потом он убил Лиору Траверс. «Это ведь только смерть», — произнёс он, когда её тело коснулось пола. Зато теперь места хватит двоим. Потом он выстрелил себе в висок, обеспечив место всем своим троим. Никто не ворвался в комнату, казалось, никто не слышал выстрелов. Художник сидел на верхней ступеньке своей стремянки и молча смотрел на скорбную картину внизу. Он задумался над пугающей загадкой жизни, которая требовала от своих созданий рождаться и, родившись, плодиться. Размножаться и жить как можно дольше на крошечной планетке, которой придётся это всё терпеть. Все решения, приходившие ему в голову, были весьма невесёлыми. Они были мрачнее, чем дихлофос, весёлый хулиган и давай по-быстрому. Он думал о войне, о чуме, о голодоморах. Он знал, что никогда больше не будет писать. Выпустил из рук кисть, которая шлёпнулась на тряпке внизу, потом решил, что хватит с него жизни в счастливом саду жизни. Медленно спустился с лестницы и подобрал пистолет Уэллинга. Художник был полон уверенности покончить с собой. Но он не смог. Тогда он вспомнил о таксофоне в углу. Он зашёл в будку и набрал номер, который трудно забыть. «Федеральное бюро завершения цикла», — сказал мягкий голос на другом конце провода. «Когда вы сможете меня принять?» — спросил он осторожно. «Скорее всего, во второй половине дня. Может быть, раньше, если от кого-то придёт отказ», — ответила женщина из бюро. «Хорошо», — сказал художник. «Запишите меня, пожалуйста». Он очень отчётливо по буквам продиктовал ей своё имя. «Спасибо, сэр. Город благодарит вас. Страна благодарит вас. Планета благодарит вас. Но самую глубокую благодарность к вам испытывают будущие поколения». Субтитры создавал DimaTorzok